Вопросы, коллеги. Давайте я начну для начала обсуждения, тем более, что я читала статью о генерии. Итак, Марат Александрович, это самый первый вопрос. Да, с 1 января 2011 года закон о медиации вступил в силу, причем его принимали перед этим почти 3 года, очень активно обсуждали, инициатором его был господин Медведев, в общем, самые высшие силы были включены в принятие закона, закон был включен, но прошло практически 2 года действия закона, закон действовать в России не начал. Вы сказали, что полтора десятка соглашений за год это катастрофа. Больше того, я вам честно скажу, и вашему устробовал, и нашему устробовал готовить медиаторов. Я еще членом общественной палаты пыталась в стране развернуть прямо такую глобальную медиа-компанию, мы круглые столы устраивали, я встречалась с этим, Центром медиации и права московским, мы их убеждали, что надо сейчас многое сделать для работы с общественным мнением, чтобы потом общественное мнение начало работать на вот этот новый институт медиации. Тем не менее, ничего не случилось. Закон не действует, закон не вызывает интереса, и наши спорщики, как хозяйствующие субъекты, так и политические и все прочие трудовые конфликты, все они идут в суд. На ваш взгляд, вот теперь смотрите, мы посмотрели, что где-то исследование проведено, и определенные там результаты имеются, там в исследовании, кстати, доказывается, Марат Александрович не сказал, доказывается, что все компании, которые обладают компетентностью в сфере конфликта, то есть те компании, которые слово часто использовали медиативное разрешение своих или арбитражное разрешение своих споров, они все имеют лучшие экономические результаты. Не большие, коллеги, потому что больше фирма, да, больше результаты, а лучшие результаты, соотношение цены и полученных результатов, вот это вот соотношение у них лучше, чем у тех других, которые, так сказать, в сфере споров все по-прежнему к судебным там каким-то инстанциям обращаются и так далее. Все доказано, все отлично, исследование здесь представлено, но почему в России не идет? То есть я просто готов предположить. Да, да, да. Вот теперь к вам, чтобы в этом исследовании, в этой вашей статье, на самом деле, возник дальше социологический контекст, используя это, вам надо ответить для начала на целую совотутность вопроса. В чем проблема вашего исследования здесь? Дальше. В чем трудности этого исследования? Ну и так дальше. Понятно. Медиация не работает, как социальная технология. Вот это главный тезис, и я хочу понять, почему не работает. Я вижу здесь несколько факторов, которые противодействуют становлению медиации в России. Во-первых, отсутствие государственной поддержки. У нас есть замечательная возможность сделать сравнение между развитием медиации в Республике Казахстан и России. В Республике Казахстан вся медиация на русском языке, я хочу сказать. Нормативная база, программы, поставление правительства, государственная поддержка в сравнении с Россией огромная. И разъяснительная кампания, и выделение средств по целевым грантам, плюс финансирование медиации в сфере социальной деятельности, я имею в виду шкурда медиация, медиация с маловерными преступниками. Насколько это способствует развитию института медиации? Ну, хочу сказать, что хотелось бы, ожидалось большее количество. Например, медиация в Казахстане в коммерческих спорах применяется очень редко. Хотя, по своей логике, именно бизнес должен стать вот этим стейкхолдером от использования медиации. Тем не менее, в Казахстане меньше третийских судов, чем в России, гораздо меньше. Даже с учетом масштабов экономики, в Казахстане примерно в 10 раз меньше, чем в России. В России действует примерно 400 третийских судов, а в Казахстане штучное количество. И большинство медиаторов не представляет себе, что такое предсейский суд.